Древние Австралии Те же звуки услышал отважный английский мореплаватель Джеймс Кук, приближаясь со своими спутниками к таинственным скалистым берегам далекого континента. Терра Аустралис инкогнито. Неведомая южная земля, так называли Австралию в средние века. Океанский прибой тысячелетиями разрушал крутые обрывистые берега. Лишь восточное побережье защищают от волн Тихого океана коралловые постройки Большого барьерного рифа, уникального природного сооружения. Когда-то этот материк был частью огромной Гондваны. Ветер, вода выровняли его поверхность. Иногда на равнинах встречаются возвышенности с плоскими вершинами и причудливые формы останцы. Склоны их источены выемками, пещерами, глубокими промоинами. Поражает своей необычной формой и цветом кварцитовый останец гора Айросрок, чудо природы. Она меняет свои оттенки с восходом и заходом солнца. Австралия бедна поверхностными водами. А в центральной части вообще нет постоянных водотоков. Здесь лишь сухие русла рек, крики. Только во время сильных ливней они заполняются водой и в редких случаях вода по крикам доходит до самого крупного на материке бесточного озера Эйр. Тонким слоем вода растекается по его поверхности, но под палящим солнцем быстро испаряется. Обычно озеро покрыто толстой белой коркой соли. Таких соляных озер много на равнинах центральной и западной Австралии, где сухой тропический климат. Выжженная солнцем земля покрыта лишь колючими кустарниками да высохшей травой. Совсем иная природа на востоке материка, где лежит большой водораздельный хребет. Не удивляйтесь, эти заснеженные горы тоже Австралия. Мы в южной части хребта, австралийских Альпах. Зимой здесь выпадает снег. И в солнечную погоду спешат сюда туристы. Ведь это единственное место, где бывает настоящая зима. С австралийских Альп начинает свой путь крупнейшая на континенте полноводная и непересыхающая река Муррей. Она несет свои воды в большой австралийский залив. На крайнем юго-востоке материка климат субтропический, с прохладной зимой и жарким влажным летом. А почти на всем восточном побережье Австралии, где ее омывают теплые воды Тихого океана, климат тропический, влажный. Купальный сезон длится круглый год. Наветренные склоны гор покрыты густыми непроходимыми лесами. Ближе к центру материка климат становится суше, леса реже, и постепенно они переходят в саванны. Гордость лесов и саванн – эвкалипты. Австралия – их родина. Здесь множество видов эвкалиптов – от кустарников до гигантских деревьев. Во время пожаров факелами вспыхивают их сухие ветки, содержащие эфирные масла. Перебрасываясь с кроны на крону, пламя охватывает огромные площади, уничтожая лесной покров. Гибнут растения и животные. Фауна Австралии своеобразная и необычная. Здесь сохранились сумчатые животные, населявшие землю в отдаленные времена. Например, кенгуру. Живут они в лесах, редколесьях, пустынях. Самые высокие кенгуру – обитатели саванн. Их рост около трех метров. А детеныши рождаются величиной с грецкий орех. Долгое время подросшие кенгурята находятся в маминой сумке. Там они чувствуют себя в безопасности. Целый день вместе со своим детенышем сидит на дереве маленький неуклюжий коала, прозванный сумчатым ленивцем. Его нельзя встретить ни в одном зоопарке мира, так как он питается только листьями некоторых видов эвкалиптов. Лишь в Австралии водится и другое экзотическое животное – утконос. У разлившихся водоемов собираются большие стаи птиц. Это кокоду – самый крупный попугай из множества видов, обитающих в здешних лесах. По саваннам бродят птицы эму. А рядом на пастбищах знакомые нам отары овец. Появились они здесь относительно недавно. 200 лет назад завезли их на материк переселенцы из Англии. И с тех пор овцеводство – главное занятие австралийских фермеров. Профессия стреголя – одна из самых почетных. Ведь австралийская шерсть считается лучшей в мире и в большом количестве вывозится за границу. Большинство англоавстралийцев, так называют выходцев из Великобритании, живут сегодня в крупных городах, расположенных на юго-восточном побережье материка. До начала 20 века Австралия была колонией Великобритании. Сейчас в стране есть свое правительство и в столице Канберри построено здание парламента. Однако главой государства по конституции является Английская королева. Канберра – город правительственных и административных учреждений, самый молодой и самый зеленый город на континенте. В отличие от Канберры, Сидней – старейший город Австралии. Но его архитектура уже во многом принадлежит 21 веку. Это крупнейший на материке культурный и промышленный центр. Главный порт страны. Горность Сиднейцев – арочный мост, перекинутый через залив порт Джексон. Под этим мостом проходят огромные океанские лайнеры. Мельбурн – второй по величине город после Сиднея. Основан в 1835 году. С тех пор изменился его облик. Выросли небоскребы, заводы, фабрики. Сегодня он живет ритмами 20 века и его проблемами, самое страшное из которых – безработица. День за днем проводят люди в поисках постоянного заработка. Пока отцы ищут работу, дети помогают семье. Аборигенам, коренным жителям Австралии, разрешено сегодня жить в городах. Но найти здесь постоянную работу они не могут. Большинство их по-прежнему остается в резервациях, местах насильственного поселения, расположенных в пустынях и полупустынях западной и центральной части материка. Лишь немногим удается проявить свои способности, получить образование. Среди коренных жителей немало талантливых самобытных художников, искусных мастеров. изредка их работы появляются на выставках. Излюбленное место отдыха австралийцев – зоопарки. Здесь жители городов и туристы могут увидеть и даже потрогать редких животных. Здесь воспитывают у детей бережное отношение к природе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В память об этом событии перевезен сюда из далекой Англии домик Кука. А имя его высечено на обелиске, что установлен на берегу Тихого океана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok